Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Сергей Трейсер. Сегодня мы опять с Николаем с канала Дан Геон снимаем совместное видео. Наконец-то уже он приехал ко мне в гости, потому что уже замахались с ним по шахтам каким-то лазить, по рудникам и так далее. В общем, ребята, как видите, мы находимся в лесу, а значит у нас сегодня будет выживание. Но мы решили как-то разнообразить выживание и придумали себе такой небольшой квест. Мы, короче, с Колей будем, можно сказать, в одном лесу выживать, но мы будем выживать по отдельности. У нас такое будет соревнование, у кого, так сказать, круче получится. В общем, у нас есть вот тут куча разных предметов, которые могут как-то пригодиться нам в выживании. Давайте вот так поверхностно покажу, не буду полный обзор делать, но взять мы можем. Из этих предметов не все, а каждый лишь по 4 вещи. Да, 3 мы выбираем и 4 друг другу выбираем по отдельности. Да, в общем, ребята, немножко больше расскажу о нашей сути выживания. В общем, мы выбираем предметы, разделяемся и что для выживания нам каждому нужно сделать? Это построить убежище, добыть еду, добыть воду и, в принципе, я думаю, все. А в конце самое интересное, что вот мы поменяемся. Получается, что я, типа, добываю еду и строю убежище для Коли, а Коля для меня. Ну и, короче, тот, у кого лучше получится, тот выиграл. А тот, кто проиграл, он сделает задание какое-то от моих подписчиков. Так что, ребята, можете писать в комментарии нам какое-то задание. Тому, кто проиграет, он в следующем ролике его обязательно выполнит. Но учтите, что мы все-таки, ну, как бы, там, не школьники, не дети. То есть какие-то там слишком зашкварные, типа, там, палец в жопу там и так далее. Не пишите. Ну, то есть что-то адекватное, но чтобы это все-таки было наказанием. Так что пишите, ребята, свои задания в комментарии. И который комментарий будет самый залайканный, и это, в принципе, будет, вот, так сказать, задание от вас. Так что, ну, сами же сразу можете в комментариях голосовать. Что, Коля, добавишь еще? То есть мы выживаем по отдельности, строим отдельные базы, но базами потом меняемся. Да, базами меняемся. И, то есть, ну, так как ты строишь мне, я тебе, это не значит, что ты мне должен плохо строить. Потому что, если ты плохо построишь, ты проиграешь. Если я плохо построю, я проиграю. Так что надо, да, строить на совесть, короче. В общем, приступаем к выбору предметов. Есть у тебя монетка? Давай подбросим, кто первый. То есть мы решили вот так, по очереди, знаете, ну, типа подбросим монетку, кто первый берет, там, один предмет, потом второй берет какой-то предмет, и так пока не возьмем, там, нужное количество предметов. Есть монетка? Это нашлась у нас такая гривна, что ты, вот это решка, да, типа, сверху? Вот это орел будет, да? Что ты выбираешь? Я выбираю орла. Ты выбираешь орла? Ну, мне остается только решка. Ну, давай, ты подбрасывай. Я выбираю первый. Ну, давай, ты первый. Хорошо. Ну, по всем учебникам выживания, я считаю, что самая важная вещь выживания – это нож. Поэтому я себе сейчас забираю этот перочинный швейцарский нож. Кстати, Сережа, спасибо. Кстати, да, очень хороший нож, можно покажу. Там, просто тут и нож, и пилка сразу очень хорошая, так что тебе это очень приходится. Ну, в таком случае я, наверное, возьму себе топор. Так, 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 ты взял себе топор, да? Да, и я думаю, можно будет там рубить какие-то ветки, и будет легче строить убежище. Хорошо. Хорошо, тогда я себе выбираю котелок. У меня есть на него большие планы. В таком случае я возьму себе зажигалку, для того, чтобы было проще разжечь костер. Обхитрил ты меня. Ну, ладно. Ну, хорошо. Тогда я забираю себе огниво. Ну, огниво, да. У нас, видите, ребят, все предметы, они кое-как сбалансированы. То есть, если у Коли нож, у меня топор. Если у меня зажигалка, у него огниво. Если у него там котелок, соответственно, мне нужно брать кружку. Потому что, как минимум, нужно будет куда-то даже воду набрать, чтобы пить ее. Потому что без воды выживание не выживание. Итак, и теперь у нас остался один предмет, который мы дарим друг другу, да? Да. То есть, ты выбираешь мне, я выбираю тебе. Я поступлю честно и справедливо, я считаю, и подарю тебе веревки. Потому что веревки выживания, как считается по учебникам, вещь вторая после ножа. Поэтому я дарю тебе вот эти веревки. Спасибо. Можешь положить в кружку их. Да, хорошо. Ну, я в таком случае тебе, не знаю, тут, знаете, такие предметы, без которых, в принципе, можно выжить. Но я думаю, что будет справедливо, если я Коле дам либо литр воды, либо фильтр. Но это, как знаешь, говорят, дай человеку рыбу, ты его раз накормишь. Дай человеку фильтр, и он нафильтрует хоть 10 литров воды. Так что, я думаю, это лучше, чем литр воды будет. Ну что, в принципе, можем уже расходиться, выживать. В общем, ребят, как мы вечером встретимся? Подожди. Я думаю, мы возьмем просто с собой рации. Как бы из момента безопасности, это первый раз. Мы возьмем с собой рации, то есть будем держать с собой связь в радиусе километра. То есть, когда мы оба закончим, мы просто по рации договоримся и встретимся на вот этом месте? Мы не берем с собой аптечку, мы не берем с собой ничего. Только на нас находится наша одежда и вещи, которые мы взяли. Да, короче, берем, ребят, рации чисто для связи между собой, потому что сотовая связь здесь, в принципе, вообще не работает. Когда закончим, встретимся на вот этом месте и, так сказать, поменяемся базами. Может быть, что-то возьмем с собой еще аварийно для безопасности. Выжимание у нас учебное. Мы думаем о своей технике безопасности, мы не какие-то на голову оторванные. Поэтому я считаю, что мы можем взять с собой, ну, постараться максимально не использовать, а если используем, то получаем штрафные баллы. Можно взять с собой по сухпаю, аварийному, чтобы можно все-таки было покушать, и взять с собой, если все-таки ночью будет холодно, а ночью холодает, то аварийные грелки, по одной грелке, тоже на крайний случай. Я думаю, у нас все-таки костер будет. Я думаю, я вот, честно, вот по поводу сухпая я бы на всякий случай взял, потому что я возьму украинский борщ, а тебе оставим вот это. Все, в принципе, вот. Но если используем, получаем штрафные баллы, правильно? Ну да, да. Все, у меня, в принципе, весь набор для выживания поместился в одну кружку. А у меня в котиву. Ну все, расходимся и встречаемся вечером здесь. Все, ребята, мы разбежались с Колей в разные стороны. Я решил, первым делом сейчас нужно найти место, где у меня будет ночлежка, а потом уже буду заниматься добыванием пищи. И ближе к вечеру надо будет начинать тоже строить убежище. Убежище желательно вообще построить до темноты. У нас, в принципе, времени не так уж много, но пару часов еще каких-то есть в запасе. Вот, ребята, пришел уже к водоему, про который вам говорил. Я, кстати, здесь уже снимал видео. На той стороне я, правда, ловил когда-то раков. Здесь надо сейчас будет какой-то спуск найти к воде. Набрать в кружку воды. И буду уже разжигать костер для того, чтобы кипела вода. Потому что пить что-то на протяжении дня надо. Можно, конечно, там денек без воды. Но зачем себя мучить, есть вода. Я думаю, что если я прокипячу, ничего страшного не будет. Так что сейчас, короче, спускаемся к воде и набираем воду. Положим тут топор. Кстати, смотрите, все как компактно. У меня воду в сумочку поместилось. Спускаемся к водоему. Сейчас, короче, наберем тут водички. Вот, кстати, может некоторые узнают этот водоем. Потом я вон там где-то пару месяцев назад ловил раков. Там есть где-то видео на ютубе, наверное, видели, не видели. Короче, сейчас что, набираю воду. Воду, конечно, с реки пить нельзя. Но пока я буду заниматься добыванием пищи. Постройкой убежища. Эта водичка прокипит. И, в принципе, мне будет что пить. Для начала, чтобы попить. А потом я еще раз сюда приду. Для того, чтобы набрать уже воду. Чтобы готовить еду. Что я с еды буду готовить, я пока не знаю. Потому что, ну, это все в процессе. На крайняк, я думаю, что нужно будет идти сюда и ловить раков. Тем более, что уже как бы место проверенное. Я здесь там и рыбу руками ловил. Ну, с раками, конечно, история лучше получилась. Ну, короче, все. Идемте, будем искать какую-то базу, где я буду строить себе домик. Там я уже, короче, скину все вещи. Потому что, ну, с ними носиться их, конечно, не много. Видите, тут все компактно поместилось. Но все равно как-то. Ну, короче, типа вокруг базы у меня все там остальное будет твориться, происходить. Смотрите, ребята, нашел такое вот сваленное дерево. Оно уже полностью сухое. Вон, видно, что когда-то оно упало. И так лежит. Я думаю, что это очень подходящее место для того, чтобы построить убежище. Можно сказать, у меня уже есть верхняя балка. Я сейчас просто вот нарублю каких-то тонких веток. Вот так просто их с этой стороны немножко накидаю, с той. И другими ветками прикидаю крышу. То есть я думаю, что таким образом получится достаточно неплохой дом. Я очень мало времени, по идее, как потрачу на этот дом. И у меня еще останутся веревки. Потому что я думал, что веревками я буду как-то там дом делать и так далее. Но здесь получается такой дом, что можно без веревок. А веревки я могу использовать как-то по-другому. Для добычи пищи, например. Я сейчас, наверное, да, вот как я говорил, сделаю небольшой костерчик. Поставлю туда кружку. Пускай закипает вода, потом остынет и мне будет шупить. Ну, кстати, что-то солнце где-то спряталось. Резко так потемнело. И буду, наверное, заниматься ловушкой для какой-то живности. Например, там фазана и так далее. Давайте вот так сейчас ногами тут немножко расчищу, так сказать, полянку для костра. Чтобы случайно он там не переходил куда-то дальше. Потому что если загорится лес, будет вообще не прикольно. Но меня уже пытались один пожар повесить, который был в Чернобыле в апреле. Но не получилось. Я, в принципе, всегда стараюсь сжечь, ребята, костры осторожно. И вы тоже, если уже сжете где-то костры, то старайтесь делать максимально благоприятные и безопасные для этого условия. Конечно, да, по всем правилам выживания самое главное это нож. Но я, честно, думал, что Коля возьмет себе топор, но он взял нож. И с топором мне будет намного удобней, прикольней. Потому что вот каждую веточку сейчас не надо будет резать ножиком. Хоть в том ножике, то очень крутой ножик, то мой ножик. Там есть пилка и нож. Как бы он сразу заменяет и ножовку. Хоть знаете, пилочка там маленькая, но она достаточно такая удалая. И ею можно реально там вот такие ветки спокойно вообще не напрягаясь пилить. Но, конечно, топором клац. И все готово. Вот так, нам сейчас пока что нужно что-то сухое, потому что нужно сделать костер. И костер нам не нужен большой, поэтому берем сухие тонкие веточки. С помощью них сейчас закипятим воду. Смастерил, ребята, типа такую вот плиту. Сейчас тут рядом накидаю тоненьких веточек. Надеюсь, пока тоненькие будут гореть и вода кипеть, вот эти не успеют перегореть. Хотя древесина сухая. Вообще залог любого успешного костра, чтобы его легко было разжечь, это тонкие щепки. Вот сейчас максимально таких нужно набрать, потом потолще, потолще, потолще. И костер вообще без особого труда, без бумаги можно будет разжечь. В принципе, так сказать, если отточить эту технику, то можно с одной спички разжигать костер. Я года там 3-4 назад мы с пацанами просто на шашлык с Коля и Валерой ездили. Я когда-то показывал там какое-то древнее видео. Я даже не уверен, что вы его найдете на канале, но оно точно есть. Короче, все, собираем такие для начала супер-ультра-мега-тонкие щепки и будем уже доставать зажигалку. Спички мне, конечно, ребята, больше нравятся для разведения костра. У древесины все-таки температура горения чуть больше, чем у газа и так далее, тому подобное. Но шо уж было. Сейчас, по идее, если я не облажаюсь, то я вам покажу, как, в принципе, ну, можно сказать, с первой спички будет костер. Вот, вроде как огонь берется, потому что щепки достаточно сухие. Ну и все. Просто теперь подкладываем что-то такое не сильно, но слегка потолще наверх. Потом еще толще, еще толще. И пока не разгорится такой уже прям уверенный-уверенный огонь. Кстати, смотрите, одним кадром все снял. Можно сказать, с первой спички без бумаги. Ну, коли, конечно, будет немножко сложнее с помощью огневого, но и огневым тоже можно разжечь костер. Поставить кружку это не проблема. Проблема, наверное, будет потом ее снять. Потому что она металлическая и будет горячей-горячей. Все, ребята, немножко переделал вот эту всю конструкцию. Решил просто кружку обнести дровишками. Сейчас оно все по кругу прогорит. Плюс буду немножко подбрасывать. Я тут по месту буду. И я подумал, что кружку необязательно снимать. Костер рано или поздно все равно потухнет. И без труда можно будет ее достать. В общем, а пока у меня кипит вода, чтобы мне было что днем пить. Я сейчас с помощью вот этих тоненьких веточек попытаюсь построить ловушку, с помощью которой буду в дальнейшем пытаться поймать фазана. Еще один плюс того, что у меня есть топор. Это то, что я могу вот так просто подойти, выбрать какую-то ветку, которая мне нужна. Например, вот такую. И просто одним легким движением. Ну ладно, двумя. Надо было просто сильнее замахнуться. Вырубил ее. В общем, сейчас надо порубить ее на коротенькие палочки. Я вам покажу, как будет выглядеть моя ловушка на фазана. Кстати, ребята, смотрите. Что это за ягоды такие растут. Вот говорят, можно в лесу хавать всякие ягоды. Но я в этом вообще никак не разбираюсь. И поэтому, если вы тоже не разбираетесь, никогда никакие ягоды не ешьте. Кто бы вам что не говорил. То есть, разве что это будет очень-очень авторитетный для вас человек, который, ну вы верите, что он разбирается в этом. Все, ребята. Вот я начал делать ловушку с помощью вот этой веревки. Вот так вот палочки. Они сейчас будут, чем выше, ну тем больше на сужение идти. И выйдет такая, типа, не знаю даже сказать, клетка правильнее, наверное. И пока я тут вот это начал, смотрите, уже начинает пузыриться немножко водичка. То есть, это говорит о том, что скоро она уже будет кипеть. Не получилось, короче, со всех сторон, чтобы костер горел. Ну, думаю, и этого хватит. Ну, а я сейчас вот, смотрите, таким образом буду продолжать. Скажу по правде, ребята, немножко у меня фигня получается. Она какая-то, видите, неустойчивая. Либо у меня руки не с того места растут, либо реально фигня получается. Но радует, что хоть что-то получается, и водичка уже практически кипит. Вот, я думаю, тут воды много, в этой кружке где-то литр помещается. Пускай она подольше покипит, чтобы там наверняка всякие гадости и так далее умерли. А с этой ловушкой на фазаны, я не знаю, что делать, смотрите. Да, она не зафиксирована, но она какая-то такая... Вы понимали, я ставлю, типа, как корзинку такую, там, на палочке, что-то сыплю туда. Кстати, у меня насыпать даже нечего. И туда что-то заходит, сбивает, зацепляет как-то эту палочку, и там остается. Я, в принципе, думаю, несмотря на то, что она, знаете, такая вот все хлипкая, если туда, конечно, что-то попадется мне, то она, наверное, не выбежит из-за веса просто палок. О, смотрите, как вода кипит. Балдежно. Как раз пускай вот эти ветки догорят, я уже ничего не буду подбрасывать. Я думаю, она нормально прокипит, и надо будет дать ей время, чтобы уже остывало, и можно будет что-то пить. Короче, не знаю, что с ловушкой делать. Надо, наверное, все-таки будет идти ловить раков, потому что тут, короче, одним словом, какой-то бодыль получается, реально. Я, как бы, ну, на картинке видел, как эта ловушка выглядит, знаете, но никогда не интересовался, как ее делать. Я думал, что, в принципе, труда не составит, но не знаю, короче, реально, такие собишусь. Ладно, короче, пойду, наверное, сперва сейчас раков ловить, а потом уже закончу эту ловушку. Что-то попадется, так попадется, хотя у меня даже приманки никакой нету, так что... Наверное, такая себе затея. Ну, что, оставляю вот эту кружку, пускай кипит, а сам пойду заниматься добычей пищи. Думаю, вещи свои тоже можно будет здесь оставить, потому что, ну, как бы, я не знаю, здесь вряд ли кто-то будет ходить. Вот там, короче, у меня, типа, костер. Вот тут у меня мои вещи. Вот тут, наверное, надо будет срубить вот это деревцо, и под вот этим деревом как раз такая будет, знаете, комфортная высота, чтобы спать. Хотя, строю, конечно, не себе, а Коле, но все равно, если я лучше построю Коле, то я, получается, выиграю и не буду наказание от подписчиков выполнять в следующем видосе. Короче, как раз, я думаю, что плеч самое то, что надо. Короче, ребята, только что выходил ко мне на связь Коля, спрашивал, что там, как у меня дела. В общем, оказалось, он тоже сейчас идет ловить раков. Я такой думаю, о, черт, у нас, типа, ну, ну, было бы здорово просто для видосов, знаете, чтобы мы все-таки, ну, что-то максимально разное делали. И я, короче, уже расстроился, и тут такой иду-иду по дороге, и смотрите, что я нашел. Такой вот грибочек. Давайте его попробуем скрутить. Вот, кстати, многие говорят, что это, что грибы надо срезать. Что это за гриб? Похож на белого гриба, но не до конца похож. Короче, я в грибах не ас, но мне, короче, толковые очень люди, авторитетные, говорили, что грибы нужно не срезать, а что грибы нужно выкручивать. Потому что вот всегда всем говорили, что надо срезать, надо срезать, но это неправильно, потому что грибница, ну, типа, кончик вот этот остается, он начинает гнить, и грибница загнивает, и дальше, на самом деле, там может уже не быть грибов. А вот, ну, типа, что это такое? Как будто дождь какой-то идет. А, это стая муравьев. Смотрите, кстати, вот еще один гриб есть, потому что вот тут грибница. И, кстати, если вот так посмотреть, то в этом месте рядом могут быть грибы. То есть, если находишь один гриб, то, скорее всего, рядом там другие будут. Так, ну, это не белый гриб, это что-то очень похоже на белый гриб, но это не белый гриб. Кстати, смотрите, его уже что-то объело. Я надеюсь, что он съедобный. Короче, я приготовлю Коля на ужин грибов, но прежде чем их приготовить, я ему все их пофоткаю, покажу. Надеюсь, он разбирается в грибах, и, короче, не накормлю его какими-то поганками. Смотрите, вот так, опа. О! И второй такой. Так, надо подголовку смотреть. Ну, слушайте, похож очень на белый гриб. Ну, я не уверен, что это белый гриб, фу, муравьи эти проклятые. Так, ну что, давайте пройдемся, посмотрим, может, еще где-то грибы тут есть. Кстати, ребята, немножко странно, что я нашел грибы, потому что у нас достаточно сухое было в этом году лето. Я с тестем ездили на грибы. Он мне научил разбираться в грибах, но я так знаю, где белый гриб, так что это... Ну, вроде похож на белый, но это не белый, короче, точно. Я надеюсь, что это съедобное. Потому что, будь бы оно несъедобное, наверное, всякие маслюки и так далее, они не ели. Короче, грибов, на самом деле, у нас в этом году маловато, но я вижу, что они есть. И, скорее всего, здесь грибники не добирались, потому что мы, на самом деле, вдали от всяких дорог, цивилизации и так далее. Давайте сейчас немножко пройдусь, еще, может, пару грибочков найду. И если найду, то будет хорошо. Не надо будет повторять, так сказать, заколей и идти раков ловить. Смотрите, ребята, какие два красавца стоят. Вот этот маленький, мне больше на съедобный похож. А вот этот, короче, что-то у меня вызывает какие-то сомнения. Но, конечно, будем брать все. Так, один есть. А вот этому даже страшно прикасаться. Фу, блин, муравьев очень много. Ай, такой звук противный. Так, что это? Так, смотрим ему под шляпу. Непонятно, что это за гриб. Коля съест и такой. Вон, кстати, смотрите, еще один. Капец, тут их много. Да-да, вообще такой гигантский, гигантский. Ох, смотрите. Вот это, кстати, больше на белый гриб похоже. Фу, блин, сколько. Не ешьте. Это коляные грибы. Так, ну что, пока что такой улов. Вот этот, мне кажется, самым сомнительным. Потому что у него какая-то шляпка такая непонятная. А вот эти, в принципе, вроде съедобные. Еще раз повторюсь, ребята. Если не разбираетесь в грибах, то не ешьте лучше. Я их сфоткаю, приготовлю и покажу Коле. Если он разбирается в этом всем деле, то он их будет кушать. Если нет, то их никто на самом деле кушать не будет. Если Коля такой же грибник, как и я. Грибы на самом деле, ребята, достаточно забавная штука. Я вот, кстати, никогда грибников не понимал. Думаю, ну ходишь, ты там с ведром бродишь по лесу. Типа прикольно из того, что гуляешь. А вот в этом году впервые попробовал собирать грибы с тестем пару месяцев назад. То на самом деле достаточно забавная штука. Действительно, ходишь уже как наркоман. Глаза настраиваешь, ищешь их там где-то под травой. Еще где-то. Пятое, десятое. Короче, что. В принципе, для начала уже неплохо. Все, ребята, несу на базу свои грибочки. А то не помещаются уже в одной руке. Давайте их тут где-то поскладирую. Вот так вот. И пойду дальше собирать. А, еще горячо немножко. Давайте как-то с помощью палочки или что достанем воду, потому что там угольки, чтобы быстрее остывало. В общем, пойду еще немножко грибочков пособираю. Как раз водичка подостынет. Выпью эту водичку, и там же, наверное, уже буду варить Коле грибы. Кстати, вы, наверное, еще никогда не видели, как топором чистить грибы. Да, я сам не видел, но как бы все бывает впервые. Так, ребята, совсем долго не пришлось ждать. Смотрите, какой красавчик стоит. Давайте его тоже выкрутим. Вот еще у нас один. Этот, кстати, тоже больше на белый похож. Я так понимаю, это, скорее всего, с одной грибницей одни и те же грибы, но как-то они минимально по-другому выглядят. Смотрите, у этого толстая ножка, у этого тонкая. Ну, такое бывает, конечно, я не спец. А вон, смотрите, еще один на холмике вот так в песочке у нас стоит. О, тут засел. А, какой-то корень кривой. Вот смотрите, какой красавчик. Как-то его радиация, наверное, покрутила. Немножко так. Так, ну, в принципе, кружка у меня не сильно большая, ребята, поэтому овер много грибов не буду собирать, так, чтобы Коля тоже там сильно не объелся. Хотя грибы, на самом деле, не очень такая сытная штука, но, слава богу, что у нас выживание там ни неделю, ни месяц, потому что на одних грибах, наверное, не протянули. Ну, что, ребята, грибов получилось ни много, ни мало, но я думаю, Коле будет более чем достаточно. Надеюсь, все они съедобные. Ну, я их уже все по отдельности пофоткал. Короче, обязательно Коле покажу, а там он пусть принимает решение, есть не есть. Короче, что я решил. Сейчас буду их топором чистить. Кстати, водичка уже подостыла, я уже немножко попил. Очень мучает жажда как-то. Не знаю, почему, вроде уже не так жарко, как летом было, но все равно. Сейчас, короче, вот эта мне вода осталась, пока буду строить убежище. Хотя думаю, что убежище я достаточно быстро построю. В общем, что я болтаю. Берем, короче, ребята, топор, снимаем вот эту сумку. Кстати, сумка у нас от компании МТАК. Вот, это наш украинский, ребята, бренд. Очень хороший материал, все лето носил. Смотрите, у меня, кстати, вот летом почему-то все черные вещи выгорают. Вот эта сумка, блин, муравьи. Она с классного материала, вообще ни капельки не выгорел. Кстати, вот штаны, рубашка и очень-очень много снаряжения. У меня вот фирмы МТАК. Я с ними сотрудничаю, они мне там дают вещи, я их тестирую, использую в своих видеороликах. Очень крутой бренд. Ну, там в основном милитари одежда, но и там, типа, для туризма, активного отдыха тоже каждый что-то для себя найдет. Вот, спасибо большое компаниям МТАК за то, что предоставляют мне снаряжение. Ссылочку на магазин Милитарист я оставлю в описании. И, ну, как бы, весь список моего снаряжения с ссылками тоже можете найти под видео. Кому-то что-то может понравиться. Особенно, кстати, ребята, обратите внимание на вот эту рубашку. Она, конечно, не дешевая, но она с очень классного материала. Она очень теплая, очень качественная. Ну, все, ребята, берем топор и, как говорится, идем рубить хардкор. Ну, все, ребята, можно сказать, первые азы готовы. В общем, вот первая палка, вот последняя палка. Вот это, наверное, у Коли будет вход. Ту сторону нужно будет замуровать. И с этой стороны тоже надо будет так палками заложить вот эту стенку, но заложить уже под меньшим углом. Коля, скорее всего, вот здесь будет спать, чтобы внутри не было очень много пространства, так как уже все-таки осень еще тепло, но прохладненькие ночи уже, чтобы теплее было. Вот нужно, чтобы было меньше пространства. А вот если, в принципе, тепло, то можно, да, там, хоть шалаш целый здоровенный делать. Короче, что, по возможности буду сейчас искать вот такие, типа, сухие, как вот это, валяются палки. Буду их топором рубить. Сейчас сюда надо еще вот так пару штучек положить, и можно будет какими-то ветками, ну, такую, типа, сымитировать крышу. То есть понятно, что в этом убежище, ну, лучше не жить постоянно, но как для одноразового это более чем сойдет. Вот, и на самом деле, я думаю, что без ничего его сейчас можно будет сколотить просто там за чуть ли не считанные минуты. Ну что, берем топор, погнали. Тут еще палку, тут еще палку, и можно уже ветки накидывать и собирать дальнюю стенку. Вот, кстати, ребята, нашел достаточно свежее дерево, умершее своей смертью. Вот, просто вот так взяла и упала. Видите, еще листья даже зеленые. Сейчас вот давайте туда, к верхушке дерева прогуляемся и посмотрим. Да, здесь можно будет вот сейчас нарубить кучу палок, как раз таких, которые мне нужны. Потому что ровных, длинных, сухих, что-то, короче, в лесу не очень много, но мне еще пару штук надо, а там дальше можно будет уже мелкими, и надо будет где-то какие-то ветки искать. Ну что, ребята, такой небольшой промежуточный кадр. Уже начинает что-то вырисовываться, если кто-то еще не понимал, как это все будет, то вот так это будет. Вот тут будет вход. Вот здесь я закидаю ветками, там, листья с ветками, короче, какие-то нарублю, накидаю. Ну, в принципе, для одноразового убежища будет хорошо. Вот тут у меня, получается, стены идут на сужение немножко. И, ну, как бы здесь выхода не будет, выход будет только с той стороны. В принципе, как-то так. Пока что процесс идет достаточно быстро, посмотрим, как будет дальше. Еще немножко картинка поменялась. Нарубил с того дерева, которое там лежало, свежее веток, потому что думал, сейчас вот именно больше всего времени уйдет на ветки. Ну, как бы хватает вроде веток, но в основном подходят-то верхушки, и, ну, как бы ради этого целое дерево ломать. Короче, хорошо, что там все-таки лежит сваленное свежее дерево. Я с него нарубил немножко, но думаю, этого не хватит. Сейчас придется еще 2-3 раза, наверное, сходить, и давайте будем уже накрывать. Так, ну, все, ребята, не знаю, что там настроил Коля. Ну, я настроил, мне кажется, достаточно неплохо такое убежище. Строил, в принципе, как себе. Но когда зайду, ребята, в убежище, которое для меня приготовил Коля, я его честно еще не видел. Я его оценю честно и скажу, кто лучше построил, я или Коля. Ну, конечный результат все равно определять вам. О, смотрите, ребята, сколько водички осталось. Только что еще немножко хлебнул. Сейчас почищу грибочки, допью, и пойду, наверное, за новой, чтобы варить эти грибочки. Если я их, кстати, порежу, мне кажется, под самую полную завязку будет кружка. Доводилось, ребята, в жизни разное делать, но грибы топором еще не чистил. В принципе, топор острый, как бритва, до недавнего времени был. Да, достаточно легко очистится. Просто что ножом, как бы в руке, удобнее все это делать делать. Короче, все, наверное, резать не буду. Какие-то крупные, типа таких, оставлю пару штук. Может, Коля захочет, знаете, на какую-то палочку себе их насадить и как а-ля шашлык на углях пожарить. Может, захочет, короче, сварить, там уже доварить себе. Короче, большую часть я ему сейчас почищу, сварю, а пару штучек оставлю так. Грибы, кстати, ребят, забавная штука. Я вот как-то никогда этого кайфа не понимал. Ай, кусаются уже комарики. Но, как бы, когда собираешь, это прикольно. У меня, кстати, тесть знает очень крутые места с грибами. Сейчас осенью, если пойдут дожди, то есть, если вы там проявите какую-то активность в комментариях, пишите там, то мы можем пойти за белыми грибами. Я вам скажу так, если мой тесь ходит куда-то за грибами, то дело заканчивается минимум, там, по 2-3 ведра на человека именно белых грибов. Так что пишите, если хотите, интересно будет, то мы с тестем пойдем как-то осенью на грибы и насобираем много грибов. Да, шляпку уже не так удобно чистить. Все, ребята, сходил, набрал водички. Вышла, ну, с водой полная кружка грибов. И еще вот столько где-то осталось Коле, может, он захочет там на палочке их пожарить. Коля у нас гурман, так что, такие дела. Что, в общем, раскочегариваем костер, потому что уже комары, честно, доедают. И начинаем готовить. Ну все, ребята, огонь уже понемножку разгорается. Думаю, скоро можно ставить грибочки, так сказать, на плиту. Ну что, ребята, грибы уже где-то минут 25 кипят. И ко мне тем временем пришел Коля, так сказать, принимать базу выживальщика. Ну что ж, пока. Короче, смотрите, ребят, я буду стараться максимально не комментировать. Коля сейчас все осмотрит. Он уже видел то, что он мне приготовил. Я еще пока что не видел. Ну, как бы, сильно там не вылизу, так сказать. Просто, ну, если видишь какие-то косяки, тебе что-то не нравится, то так и говори. Так, это мой ужин, да, я так понимаю? Да, это грибы. Они сварились, и некоторые, я решил, ну, не готовить. Может, ты захочешь их запечь, типа, как на палочке, всякое такое. Не мухоморы хоть, надеюсь. Я тоже надеюсь. Вот она подосиновой кинулась. Я потом тебе покажу, я каждый гриб сфотографировал. То есть, ты их все проверишь. Если ты разбираешься, потому что я, честно, ну, не аз по грибам. Ну, я не аз, ну, по-моему, подосиновик, если не ошибаюсь. Я, ну, я, короче, тебе все фотки потом покажу, ты там примешь решение. Так, хорошо. Это тут уже готовые, да? Ну, да, они уже, в принципе, готовые. Может, там как-то придумаешь, как-то еще их поджарить, конечно, идеально было бы. Понятно. Значит, это мой ужин. Хорошо. Так, а где мой ночлег? Ну, как видишь, вот эта гора зеленых листьев, это и есть твой ночлег. Так, ну, в принципе, идея интересная. Я, кстати, тоже такого типа хотел, но по-другому сделал до начала. Конечно, из минусов ливень не переживет, если честно. Но он, правда, не ожидается сегодня. И из небольших минусов, конечно, Сережа, я бы на твоем месте еще бы немножко больше мне подложил бы подкладку, чтобы мне было мягче лежать спать. Я вот, кстати, как-то об этом не подумал. Я думал, что, знаешь, вот сейчас все-таки там начало осени, достаточно еще тепло. И я думал, что вот на вот этой подушке, так сказать, лесной будет нормально. Ну, в плане мягкости будет нормально. Не-не-не, да, но, скажем так, минимально да, но так как я не взляк, наверное, буду, придется мне ночью там на одном плече, на другом плече. Ну, что ж. Ну, что ж, ну, что ж. Ну, Сережа. Ну, так, давай по десятибалльной шкале, вот по сравнению с тем, что ты сделал. С тем, что я сделал. Ну, я, конечно, свое оценю где-то творение 8, если честно, по десятибалльной так с душой строил, честно. Ну, твое, ну, 6. Поставлю тебе 6, да. 6. В общем, ребята. Или четверка с маленьким-маленьким минусом. Даже, нет, четверка без минуса, четверочка. Ужин есть, дождя не предвидится, подушка есть. Четверочка по пятибалльной шкале. Вот честно тебе ставлю. По пятибалльной четверочка. Я понял. В общем, ребят, у меня это уже, ну, как бы, типа, все. Я дальше иду в место, которое приготовил мне Коля. Я у себя на канале это показывать не буду. Это будет продолжение, так сказать, Колиного видео. Поэтому, если вам будет интересно, ссылочка в описании. Ну, Коля уже остается тут. А я иду, как бы, точнее, мы вместе идем. Ты сейчас будешь показывать, что ты мне приготовил. Да, пойдем на мои базы теперь. Ну, что, ребята, я уже в ночлежке, которую мне приготовил Коля. Показывать вам ее не буду. Посмотрите у него на канале, как он строил. Реально, скорее всего, я так понимаю, ну, по-честному признаюсь. Коля, наверное, выиграл. Но решает, конечно же, все-таки ваше голосование. Так что переходите в телеграм-канал мой. Там висит уже опрос. И голосуйте. И я так понимаю, что, скорее всего, я в следующем видео буду выполнять какое-то задание. Только голосуйте честно. Вот если вы считаете, что Коля лучше построил, значит, Коля выиграл. Если я лучше, значит, я выиграл. Ну, все, ребята, а я ложусь спать. Утром еще встретимся. Ну, что, ребята, доброе утро. Костер догорел. Я под утро уже так крепким-крепким сном вырубился. Что там на часах сейчас? Шесть утра. Достаточно прохладно было. Коля, доброе утро. Доброе это громко сказано, но не доброе. Полностью с тобой согласен. Капец, я тут чуть не умер, понимаешь, что я бургала. Ну, у меня было немножко теплее, чем у Коли. В общем, ребята, ну, так сквозь лес видно, что уже светает. Будем уходить домой. Короче, я под утро уснул, уже не смог следить за костром. Было, ну, как бы уже под конец реально прохладненько. Коля там, ну, у него как бы такого источника огня, как у меня, прям вблизи-вблизи не было. Поэтому, наверное, ему было холодно. Ну, что ж, собираем манатки и уезжаем, потому что реально, чтобы не заболеть. Но все равно, на самом деле, уже такое время года, что хорошо бы уже с каким-то спальником спать, а не вот так. Ну, что, ребята, всем уже полноценное доброе утро. Прям поминутно светает. Коля, пару слов. Спасибо, конечно, за твое бунгало. Мне было там комфортно, классно, тепло. Я подозреваю, что мне было чуть-чуть теплее, чем тебе. Спасибо тебе. Короче, что, ребята, такой вот видеоролик. Если понравился, ставьте лайк. Хотите посмотреть, что Коля для меня настроил, переходите на его канал. Смотрите, не забываем в Телеграме голосовать и пишем задание для проигравшего. Посмотрим, кто проиграл. Хотя, я думаю, тут, в принципе, так все очевидно. Ну, что, ребята, с вами был Сергей Трейсер. Всем до новых встреч. Кстати, смотрите, как... Я надеюсь, это видно будет, как красиво пар поднимается утренней. С карьера вот этого. Ну, что, всем пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok